Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. 1 октября в нашем телеграм-чате новости Life is Good прошел созвон в формате вопросов и ответов. Кстати, если вы еще не являетесь участником нашего чата, то добавляйтесь. Я делал запись данного созвона. Поскольку он получился достаточно длинным, около двух часов, я его разделил на две части. Первую часть я уже опубликовал на моем канале. Если еще не смотрели, то можете ознакомиться. А сейчас я публикую вторую часть нашего созвона. И она получилась не менее интересной, я бы даже сказал более интересной, потому что на созвоне присутствовал человек, который знает Романа Василенко более 20 лет. Он представился как друг Романа Василенко Андрей Крындушкин. И как раз благодаря тому, что он хорошо знаком с Романом Василенко, более того, по его словам, он общался с Романом примерно два с половиной месяца назад, конечно, у нас было много вопросов к нему по текущей ситуации в компании. И в ходе данного созвона обсуждали следующие вопросы. Не то, чтобы звучали именно вот такие формулировки вопросов, но в целом суть такая. Будет ли Василенко платить, или он всех кинул? Есть ли у Романа Василенко деньги для выполнения обязательств? Как он вообще допустил, что произошла эта кризисная ситуация? Что, по мнению Андрея, Василенко будет делать в ближайшие месяцы? И почему Василенко не выйдет к народу, ну, виртуально, конечно, и не запишет видео по текущей ситуации? Эти и многие другие вопросы мы обсуждали в ходе данного созвона. Вот такие мысли, господа. Пожалуйста, комментарии, мысли, предложения. Здравствуйте. А можно мне пять копеек ставить сюда? Я вот тот самый Андрей Крынбушкин, тот Андрей Крынбушкин, который друг Василенко. А, привет, Андрей. Мысли зарабатывали, и сейф инвест, когда был, начинали вместе. Я знаю о том, что Роман сейчас делает все, чтобы всем вернуть деньги. Это факт. Я с Романом разговаривал. За то время, когда он не выходит на связь, это его большой минус, наверное, я не знаю. Может, он прав, может, у него своя стратегия. Я не задавал вопросов, почему он не записывает видео по обращению к людям сюда, да. Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что Роман действительно очень далек от технической картины. В плане, там, баз, там, программирования и так далее, как это все выглядит. У него совсем другие сильные стороны, он действительно ведет за собой людей. Он не предавал никогда людей. Вот сколько я его знаю, а Романа я знаю с 98-го года. У нас много путешествий вместе, мы знаем о личной жизни друг друга, у кого где что и как. Вот, я знаю о том, что никогда он людей никого не кидал. Никого. Вот даже наша ситуация, у нас третий друг между нами был Гусейн Магомедов. Вот, ему и то он деньги вернул, там, при охране привезли, я не помню, как это там было, он рассказывал. Вот, но, тем не менее, Роман поступал порядочно. Я думаю, что он не до конца контролирует техническую картину ситуации. Все идеи ему, там, подкидывают, как это сейчас сделать, и у него просто полный бардак в голове. Последний наш отговор был в Камбодже. Вот, я вот находился сейчас совсем недавно, я из Украины, понимаете, домой полететь нельзя. Вот, как-то ночью под утро созвонились, не весь разговор запомнил, но мы так минут 40 проговорили про ситуацию. Он очень старается выполнить все обязательства перед людьми. Никого он не кидал. Вот, я могу только, ну, смотрите, мне вообще никакого интереса в этом всем, потому что многие говорят, там, а что ты там лезешь в эту историю. Единственное, чего я влез, я занимался Интерполом по Василенко. Вот, то есть, я знаю картину до мелочей, как она происходит, документы и так далее. Вот, все остальное, Роман старается, я знаю сейчас перед каждым. Но отвечать это невозможно. У меня самого есть проект, где 1400 недовольных человек, и там есть часть довольных, да, и я знаю, что это такое. То есть, я изнутри знаю эту картину. У нас какие-то похожие судьбы немножко. Вот, хотя мы не сильно дружим, у нас был большой раздор, там, несколько лет назад с Романом. Но, тем не менее, я знаю о том, что он сейчас ее решает, эту ситуацию. Я с ним общался, когда никто никаких видео, ничего не видит, и знаю, где он находится, и что делает, и совсем не то, о чем пишут в группе. Это так вот, просто вам пять копеек свои вставить хотелось. Потому что все равно время есть послушать. Хорошо, Андрей, спасибо. Да, я слушал тоже в чате, как он назывался, там, где этот Евгений Набойченко, программист, тоже высказывался. Ну, я же их знакомил, я этого Женю познакомил когда-то с Романом. Женя потом навязался в эту работу. Всю жизнь Женя занимался тем, что под компанию ИнстаФорекс разрабатывал всякие там вот эти вот торговые роботы, которые проигрывали по итогу деньги. В итоге даже Роман, там, с ним когда-то офис какой-то они там в Сочи делали, занимались. То есть, с этого все начиналось. Я понимаю о том, что Роман не украл деньги, а некие трейдеры, точно это именно так было, вляпали его в эту историю. Потому что сегодня слишком много соблазна заработать на криптовалютах, на всяких торгах и так далее. Да, об этом там скам проектов сегодня один за другим. И вот куда-то он вляпался, потому что зарабатывать доход он пытался. Ну, естественно, сам он ничего не понимает абсолютно в технической вот этой картине этих заработков. Вот, ну, я думаю, что Женя тут не до конца, конечно, руку приложил, потому что раньше Женя занимался управлением и торгами. Сейчас, может быть, он там недоволен, потому что все там, лавочка закрылась там, потому что финансировали денег, а мы подкидывали. Но где-то Роман вляпался в торгах. Мы до конца это не обсудили, мы договорились увидеться в одной стране, в одном городе. Я не могу это говорить, потому что вы же, очевидно, все равно куда-то будете выкладывать записи. Вот, ну, так и не встретились, честно говоря, по моей вине, потому что я не полетел. Сейчас другая ситуация с моей страной, вы знаете, происходит. Ну, в общем, хотите, там, можете пару вопросов задать каких-то, я там отвечу вам про что-то. Андрей, а последний контакт с Василенко когда был? Два с половиной месяца назад где-то так. Ну, смотрите, я не пытался связаться, я могу и связаться в итоге, потому что в той группе, в другой, вот, которая там есть, группа тоже с критикантами, со всеми, вот. Я, честно говоря, немножко склонился на сторону людей, я разговаривал, вот есть такая Виолетта Малышева, мы созванивались, она там критик Романа конкретная прям, да, и она говорила, вот, насколько там беда у людей, там, кредиты, вообще, ну, ужасная ситуация, и всех просто там швыряют эти консультанты чуть ли там ни влево, ни вправо. Я, конечно, где-то немного, ну, стал не понимать Романа, почему он так себя ведет, потому что, на самом деле, проблему-то решить можно. Он ее решит. Ну, я не могу понять, почему он не хочет, не хочет публично выходить на связь, откуда этот страх там, или, я не знаю, нежелание, откуда, почему он не общается. То есть весь проект фактически новый запустился без его, ну, даже, я не знаю, какого-то там видеонаставления, да, об этом проекте. Вот, и я как-то сказал, говорю, ну, я не буду Романа поддерживать, раз он так, например, занимает там позицию по отношению к людям. У меня были там идеи, как ему порекомендовать выбраться из этой истории, например, да. Вот, можно там, например, всем действительно там по частям начать возвращать, там, главное начать, то есть, потом все быстро стухнут, все вот эти критиканты. Вот, но, тем не менее, видите, какая-то пауза, вот, там, база данных там преподносится, как большое восстановление данных каких-то. Я не знаю, кто это делает, но это точно делает не Роман. Роман ждет момента, когда он начнет полностью качать и давить этот проект, то есть, в раскрутку, в рост. Вот сейчас технически просто какие-то там мальчики что-то там делают, какие-то кто-то где-то. Очевидно, увы, естественно, уже не набойченка Женя. Вот, Женя меня ненавидит со всех сил, мне так это немножко льстит и интересно иногда послушать. Я из-за этого в чаты захожу, я обыграю такие вот истории, когда там все возмущаются, критикуют, посмотреть, что, как дальше развитие события будет. Но, в целом, могу просто вот подвести итог, Роман никого не кидал. Роман не в розыске. Я не знаю, почему вас пиарят о том, что все-таки в Интерпол его объявили, его не объявили в Интерпол. То есть, подали запрос, но его не объявили. Превентивный запрос мы сделали, у меня это официальное письмо получено, делал Дмитрий Коноваленко, это мой адвокат, подавал запрос к бумаге по Роману, описывал ситуацию, что происходит. Более того, там война, например, никак не влияет на международные запросы. Это не правда о том, что никого не выдают. Выдают точно так же, но по Роману розыск приостановлен. То есть, его рассмотрели, но остановили. То есть, запрос был подан, но никакого международного розыска не существует по Роману. То есть, он будет до последнего сейчас заниматься восстановлением вот этого проекта и по отношению к людям. Вот то, что единственный ваш минус, например, в группах все обсуждают про этот гермес, про какие-то счета. Да, ребят, ну это просто офшор. Какая вам разница, какая была оптовая или не оптовая компания? Это просто было, знаете, на глаза что-нибудь показать. Вот я сам когда-то делал проект, и мне говорили, хочешь, у тебя будет фирма? Я говорю, какая, как так можно? Говорят, да вот, вот, у меня точно такая же есть Белиз, называется Valartis, называется компания. Вот, компанию такую купить 600 долларов стоит. Все, пожалуйста, купил, это просто всем бумажка, потому что люди не понимают, они думают, какая-то международная компания, там что-то. Ничего нет. По факту просто, да, у вас была какая-то внутрянка, там гонялись деньги. Но в целом, мотив китка, он не преследовался. У Романа нет мотива китка людей. Сегодня P2P, так же он биржи работают все. Это же не означает, что все кого-то кидают. Ничего страшного в этом не было. Как они там заводили деньги, как не заводили. Я знаю, что Романа подвели очень сильно. Мы с ним разговаривали. Его очень подвели люди. Он сейчас делает все возможное, чтобы все-таки все это запустилось. Но единственный его минус, как мне кажется, это то, что он не выходит на связь. Какие-нибудь там видеообращения мог бы уже написать многократно. Ну, верно, пока. Спасибо, Андрей, за пояснение. Вопрос тогда такой. Дело в том, что сама компания Гермес, когда она еще существовала как юрлицо, каждый год публиковала отчет о финансовой деятельности. И отчет за 2020 год. Там на счетах суммарно фигурируют 1 миллиард 700 миллионов евро. А если брать за 2021 год, ну, логика подсказывает, там должно быть уже более 2 миллиардов евро. И вот возникает вопрос. Вы говорите, что Роман Василенко кидать никого не собирается. Он обязательства выполнит. Но вопрос остается следующий. А есть ли у него активы, с помощью которых он сможет погасить эти обязательства? Ну, очевидно, какая-то часть денег потеряна. У меня в проекте похожая ситуация. Вот я вижу, там Яна с Владивостока слушает, знает мой проект тоже хорошо. Вот картину. Я вам скажу, я просто мог бы с Романом и связаться, но я знаю даже, каким образом связаться. Но, тем не менее, смысла в этом не вижу. По поводу компании, ребята, это все, ну, понятно, что это нарисованы эти цифры. Гермес или еще по-другому бы это называлось. Это просто купленная, ну, блин, бумажка и все. Ну, что такое Белиз? Вы вообще понимаете, что это такое? Это микрогосударство, которое просто налево-направо сдает. Знаете, как покупается такая компания? Хотите, я вам объясню юридический процесс, как покупается, стать владельцем, например, вот такой же Гермес или еще чего-либо? То есть, почему это не стоит делать, даже запуская проект? В моем проекте нет никакой компании, название «Есть один я», вся критика на меня валится. И пофиг, я не буду даже название рекламировать, что и как, да, потому что у меня свои проблемы тоже в проекте есть. И я знаю, как я их решаю сейчас, да. Но смысл в том, что, когда вы покупаете офшорную компанию, принцип такой. Вам дают документы нотариальные, которые вы подписываете, вы принимаете от владельца компании, какого-нибудь там Джона, там, не знаю, там, неважно, как он там называется, да, там, владелец, который зарегистрировать может только гражданин того же Белиза, например. И он может отдать доверенность, которую не знает, кому передает по местным законам. То есть, он не знает о том, что владелец компании будет Роман Василенко дальше. Он передает доверенность, я передаю право, я остаюсь владельцем. То есть, Роман Василенко не владелец Гермеса. Владелец Гермеса, если документы полистать, там надо найти, там кто-то будет владелец другой. Но этот владелец не знает, кто стал владельцем далее. Это такие законы Белиза. То есть передается некая доверенность, которую подписывают с мокрыми печатями, со всем роман, например, или кто там получает эту компанию. Поэтому офшорная она называется из-за того, что никто не знает, кто владелец потом этой компании. И потом эти же документы улетают обратно в тот же Белиз, и компания стала закреплена где-то в местном законодательстве за новым владельцем. И сам директор остается директором тем же, который передал все свои права на распоряжение счетами, на распоряжение всеми действиями компании, от которых он отказывается полностью, передавая и прочерк, и он не знает кому. Это такой прикол Белиза, чтобы вы знали. Так работает вообще их законодательство. Поэтому выгодно такие компании открывать. Они называются офшорными, так как удобно счета прятать и так далее. Но на самом деле это было больше сделано, скорее всего, просто для ваших глаз, типа что-нибудь показать. Вот видите, какой-то там сертификат. Обычно называется сертификат инкомпорейшн, называется все эти бумажки. Ну они ни о чем. Остальное делалось просто вот на коленах, на ногах, вот писались там цифры, выделали обычную внутрянку и все. То есть было все без законодательства. Поэтому сказать там закрылась компания, куда-то этот гермет, да он и не нужен был. Вообще никому не нужно. Есть просто база данных, как в Excel в табличке. Базу данных тоже восстанавливать долго не надо, у меня свои программисты есть. Вот я знаю, что все такие вещи делаются за несколько часов, а не за несколько дней. Я не знаю, почему так решается, почему так долго. Я все равно Роману желаю именно просто добра и того, чтобы он разрулил эту картину всю перед людьми. И я знаю, что он об этом очень парится, ему не все равно. Вот он не кидает. Много очень противоречий, конечно, на этот счет. Я просто не общаюсь пока, но могу и позвонить, а смысл... То есть он в мессенджерах, в обычных не отвечает никому, хотя его номер сохраняется так же. Но я думаю, что он выберется из этой истории, где-то мы с ним еще там виски не один раз попьем. Вот так. Ну извините, что я вам подробнее так порассказывал. Нет, Андрей, это очень ценно, на самом деле. Хотите что-то вырежете, какие-то данные там? Нет, как раз дело в том, что среди участников чата, насколько я понимаю, вы единственный, у кого есть выход на Василенко непосредственно. И то, что вы поделились, что Василенко именно хочет все-таки свои обязательства выполнить, это здорово. Хочет. У меня такая же история о проекте. Товарищи мужчины, я так и не поняла, кто восстанавливает чета? Если их можно восстановить за 5-10 минут, 2 дня, почему 7 месяцев это происходит? И почему он, Василенко, об этом, судя по всему, ничего толком не знает? Потому что нет чем платить, этого не хватит. Вот то, что даже собралось, этого не хватит на выплаты людям и все. Вот сейчас решаются больше задачи, как привлечь новые деньги для того, чтобы кое-как восстановить убыток, провал тот, который произошел. Разрыв кассы бешеный. Разрыв кассы, наверное, в 90% от необходимой суммы. Вот и все. Сейчас Вам, если быстро все восстановят, скажут, что все заработало. Это сделать можно за несколько часов, но кто Вам будет платить это все? Денег нет, правильно? Ну, в смысле нет. То есть есть какие-то активы, есть деньги новые, которые собраны, они не имеют отношения, очевидно, вообще. Это моя логика, да? Не имеют отношения ко всей вот этой ситуации, которая там связана с кооперативом, со всей этой историей. Но он решает, он решает по-своему, как он может. А что он должен делать в этой ситуации? Какая ему разница? У него сейчас там, например, 390 тысяч врагов или 392 тысячи врагов будет. Какая ему разница? Да, то, что все там постоянно... Людей интересуются, когда есть. Елен, Вы, пожалуйста, не говорите одновременно, иначе базар получается. Дайте Андрею закончить, задавайте свой вопрос. Да, я слушаю. Сейчас. Андрей, ну вот прозвучала фраза «кассовый разрыв». Так это Ваше предположение, что у Василенко кассовый разрыв? Или все-таки Вы из разговора знаете, что он так? Ну, из разговора знаю. Из разговора знаю, и ссылался он с большой... Ну, с большим негодованием на Женю. Женя, конечно, там в бешенстве, понятно. Особенно он меня сейчас ненавидит. Но у нас был разговор о том, что, говорит, он вечно как напьется, он такого начудит. Это единственная фраза, которая звучала, с чего все началось. Вот и все. Андрей, вот у меня конкретно возникло даже недоумение, знаете, какого плана. Уголовное дело в России открыли еще осенью прошлого года, 21-го. И у Василенко было предостаточно времени предпринять какие-то меры. Вывести тервера за границу, сделать копии и так далее. То есть, почему-то он этого не сделал. И дождался момента, когда все вот это было изъято. И он, так сказать, вспешно, в спешке вынужден был, видимо, за деньги уже как-то эту базу восстанавливать. Вот что ему помешало? Но вы же помните, я вам в самом начале нашего разговора сейчас, который начался, я вам сказал, что Роман технически очень далек от всего. Он не понимает, как функционируют сервера, какие базы данных, что такое сервера, что значит их перевозить. Вы вообще зачем это даже, ну вот, получается, путаете людей в этом плане. Вы можете базу данных переместить. Это облако, сервер это облако. Мы где-то арендовали в одной или в другой. Я имею в виду, что не надо, конечно, физически не обязательно тащить за границу. Ну, люди так представляют. Люди так представляют, что надо было там все скрыть, а то обыск там что-то изъяли. Пофиг, что изъяли. Вот у меня сейчас украли на Бали компьютер там с моими данными. Ну, для других людей это железка через пять минут стала. Я зашел через облако, все данные перевосстановлены уже на другом устройстве. Все. Вот. То же самое с серверами. Роман не понимает, как это происходит, как функционирует технический процесс. Роман силен в агитации. Роман силен в лекциях. Силен харизмой. Роман... У него другие сильные стороны абсолютно. Вот. По поводу порядочных сторон, вот я точно говорю, что он порядочен. Никогда Роман никого не кидал. Никого. Не было этого. За всю историю. Я знаю, у нас были такие истории, конфликты. И с людьми конфликты были. Я бы даже, наверное, где-то уже, наверное, больше сьюлил. Но Роман всегда поступал порядочно по отношению к людям. Это я точно знаю. Поэтому мне непонятен ход его логика, вот его действий. Мы договорились увидеться. Еще раз повторю, я не прилетел. Вот. Я знаю, где он находится. Но не там, где вы все обсуждаете. Вот. Но... Я думаю, что, наверное, у него какое-то свое видение. Раз он уже запустил этот проект. По принципу тоже, как у меня. Там только логин, вход. Пароль. Все. Больше никакой информации там. Я думаю, что он выкрутится. Просто 19 миллионов – это слишком мало для того, чтобы вообще запустить весь этот механизм. Наверное, наверное, я так подразумеваю, он будет оттягивать время. Еще месяц, и два будет оттягивать. Никаких выплат не будет. Это глупо их сделать просто сейчас кому-то. Вот. Будет оттягивать на то, чтобы завертелась вся эта ситуация. Куда-то деньги будут закидываться, очевидно, в торги. Я полагаю, что это будет так. Просто деньги не будут расти ниоткуда. Никакой токен просто так, ни из чего, без повода не растет. Понимаете? Должны происходить какие-то действия, какие-то решения, задачи должны происходить, которые выдают какое-то развитие в виде какой-то прибыли этих токенов дальше. То есть не может это просто так развиваться. Сейчас идет просто пока набор денег, набор кассы, и этого мало. Об этом я там читал, заявляют о том, что только там 5% активные кто-то, потом желательно, чтобы были больше. Я думаю, что на этом пока вот этот висяк, он и будет держаться и месяц, и два, и будут все эти чаты критиковать дальше, а он не будет знать, что делать, Роман. И он готов уже выступить и начать записывать видео, и что мы рванули и делаем, но только это никуда особо не движется. Хотя, казалось бы, вроде там денег немало. Ну, немало для кого-то, а для решения, например, этой конфликтной всей ситуации это копейки. Вот и все. Вот я думаю, что еще, наверное, из полгода это не решится ситуация. Ну, где-то так. Скажите, а о новом проекте он знает хоть? Очевидно, знает. Мы разговаривали еще там на начале этого всего. Я ему предложил вообще свою схему абсолютно. Вот, а потом пошел этот проект. Поэтому я не в курсе до конца, как этот проект новый функционирует. Мне неинтересно, потому что я немножко прочитал, и я понимаю, что прибыль ниоткуда браться не может. То есть она не генерируется ни из чего. Напишите, откуда она вообще будет появляться сейчас, вот в этом новом токене. Чего она вообще образуется? То есть этого нет, и я не верю в это. Я думаю, что Роману пудрят голову сейчас мозги какие-то там новые, новые Евгении. Вот что-нибудь такое, вот где-то в этом формате. Андрей, а что... Андрюш, вопрос. Все-таки, значит, денег нет, и нам старым вкладчикам ждать деньги неоткуда. Правильно я поняла? Ну, правильно, а как по-другому? Ну, если фантазировать, то они когда-то появятся, он этим пытается заняться. Но это не жизненно критично для того, чтобы для вас решить. Я думаю, что... Вот давайте так, я просто здравой логикой смотрю, я вот точно не адвокат Василенко. Я знаю просто его очень долго. Я думаю, что он пытается сделать все возможное, но если эта ситуация не решится, значит, она вообще не решится. У него нет выхода просто. У него нет выхода сейчас. Он ищет способы, но у него нет выхода. Он не знает, наверное, что вам записать на видео. Скорее всего так. Я бы мог с ним больше поговорить, если бы мы увиделись, да, наверное, не по телефону. Мы там проговорили минут 45, наверное, вот где-то так. Ну, просто это было под утро, да, и мы там обсуждали картину больше там про Интерпол, про вот эти все вопросы. Вот. Он не видит выхода, он очень обозлен на этого Женю. Что-что? Ну и что, что они у вас есть? А какая ему разница? Вот скажите, вот что ему от этого? Не спать, молиться ходить. Что вы думаете вот от того, что у вас кредиты? У меня проект, в моем проекте такая же ситуация. Вот смотрите, я за год заплатил людям, у нас есть официальные, там тоже вот такие, ну не конгрессы, а мы там свои мероприятия, сборы делали, да, людей. Вот я заплатил людям 7 миллионов 300 тысяч долларов. Собрал 5 миллионов, да, на проекте, на своем. Я не рекламирую специально, чтобы они были там в какую-то агитацию сказаны. Вот. При этом все недовольны, как мы приостановили платежи. У нас сейчас переругалась Украина и Россия. У нас просто чат общий. Половина украинцев, половина России. И там все начали друг друга нахуй ебать вообще, там русским не отдавайте деньги, украинцы, хотя все дружили. Я делал путешествие, мы остров выкупили в Кении, вот у нас там полетело 100 человек в путешествие. Я сейчас выложил себя в Инстаграме, там, ровно год назад мы летали в это путешествие, да. Все дружили, и русские, и украинцы, у нас вообще темы этой не было, мы там все обнимались. Сейчас все нахуй друга посылают, поперезабирали деньги, я тоже остановил проект. Я остановил. Я не знаю, как пока его решать. И мне тоже пишут, у нас кредиты, я не всем выплатил. У меня тоже обязательства есть. Я не знаю пока, как решать. От того, что мне пишут, что у нас кредиты, мы не понимаем, как нам жить дальше, что нам делать, мне все равно. То есть, ну, у меня, по крайней мере, уведомление о рисках стоит. Я всегда пишу, что если вы не знаете, куда вы кладете деньги, что вы их можете потерять, у меня задним числом это все, в Инстаграме, в Фейсбуке, везде. Ребят, лучше забирайте деньги, они вам вернутся в течение 24 часов. У нас всегда это правило есть. Вот, Роман этого не делал. Андрей, спасибо за пояснение. Вот возникает следующий вопрос. Так, Жумодил, выключаю микрофон. Значит, еще раз, получается, Роман, по словам Романа, во всем виноват Женя Евгений Набойченко. Но, секундочку, компания Гермес существовала 8 лет. Приезжал человек по имени, по имени из Австрии. Ну и что, они все время, я на таких же семинарах в Австрии, извини, что перебиваю, был, и все они приезжали, всех я их лично тоже видел, знаю. Это все было, когда еще был Safe Invest, там, Live Division, называлось. Совершенно верно. Все тратные и те же лица. Так вот, и возникает вопрос, секунду. Набойченко в своих голосовых сообщениях говорит, ребята, я простой айтишник, я не имел доступа к финансам, да. То есть, получается, ну, насколько я вижу ситуацию, когда Набойченко спросили, а как рисовалась прибыль в Гермесе, он сказал, ну как, Василенко нам говорит, что за прошедший месяц прибыль такая-то. Это дают команду программисту, и он в кабинетах рисует там нужную цифру. То есть, насколько я понимаю, у Евгения роль чисто техническая. А куда делись все вот эти миллиарды, извините, которые на счетах Виста? Вот вопрос интересный. Ну, во-первых... Сейчас я до конца. То есть, получается, Роман Василенко хочет сейчас всех собак, как бы, повесить на Набойченко? Вот Набойченко во всем виноват. А где, извините, миллиарды, которые якобы стояли за счетами? Значит, первое. Я думаю, что действительно Набойченко не врет. Несмотря на то, как Женя меня ненавидит, ему в оправдание сказано, скорее всего, ему действительно диктовали, какие цифры нарисовать. Вот такая прибыль и будет. Просто нарисовал. Вот просто вот сколько, не знаю, там, выпил головой, посмотрел вверх в небо и нарисовал цифру, там, какую-то вот такую напечатайте всем. Вот, скорее всего, так это и было. Потому что такую низкую доходность сегодня, кстати, мало где можно иметь. Вы, очевидно, тоже многими проектами там как-то, ну, интересовались, занимались или как-то понимаете, что такая низкая прибыль там за год, это, ну, нереально в банке больше можно получить сегодня, да? Вот. Значит, по поводу денег. Так, ну, да, это вот, знаете, есть такой грех, наверное, он там может сохраняться о том, что, ну, да, ты у тебя есть такой оборот, ты все равно типа заработаешь завтра больше, сегодня на что-то потратишь больше. То есть не было такого системного, наверное, кассового там учета, вот и все. Это правда. Скорее всего, это так. Ну, вот, понимаете, у нас, когда был SafeInvest, например, там, где Роман всю карьеру свою строил, у нас тоже носилась наличка между собой. И мы там с Романом там только какие-то счета открыли, вот мы в Турции с ним жили там долгое время, не знаю, в одном номере, в одном отеле ходили по одним и тем же встречам, вдвоем всегда работали, потому что я знаю английский, турецкий, да? А Роман не знает, но он там производил впечатление, переводил, и в итоге, так, мы там какие-то кассы собирали, и я знаю, что у нас там была всегда там куча налички, да, и мы, говорим, погнали сегодня там в ресторан, поехали сегодня туда, там, какие-то встречи, и девчонки были, и все прочее. То есть мы тратили эти деньги из-за этой кассы. Я тоже это знаю, понимаете, что было у нас так, это правда. Вот, поэтому, скорее всего, сохранился тот же, к сожалению, опыт, да? Вот. Просто он рассчитывал о том, что его где-то, наверное, не подведут на каких-то торгах. Я не стал до конца сейчас выяснять. Мне интересна его ситуация, я наблюдаю со стороны, захожу периодически в эти группы. Но, наверное, это так. То есть то, что он себе покупал, там, тратил на там самолеты, путешествия, недвижимость, он рассчитывал, что где-то что-то вернется. Это большая ошибка его. Я так думаю. Смотрите, это мое предположение, это не утверждение, хорошо? Потому что я просто знаю, как мы жили раньше. Мы там в последние деньги, порой в путешествия улетали, там, в Таиланд или куда-то вместе. Вот. И я знаю, что денег у нас там было впритык всегда. И там с каких-то касс тоже мы брали. Такое было. Хорошо, вы брали, понятно. Вы верху... Ну, это опыт. 20 лет назад, давайте. А вы, для какой кассы, брать внутрянку и эти деньги до кассы не доносить? Себе... А до какой кассы? Вы вообще понимаете, откуда происходила прибыль? До какой кассы? Вот касса где находится? До кассы не доходили. Вот внутрянка и консультанты меня на данный момент интересуют. Ну, вы вот сейчас там друг другу открываете на друг друга уголовные дела. Роме, в принципе, ни холодно, ни жарко от этого. Ну, я думаю, так. Вы можете этим заниматься, вечно увлекаться. Оно никому ни на что не влияет. Вот и все. Вот. Касса куда? Вот смотрите, вот собиралась внутрянка. Все равно же деньги где-то образовывались, пусть наличкой куда-то там отправлялись, да, назовем. А куда? На Бинанс или куда? В биткоины их там вкладывали. Или хотя бы куда? Или в какие-то скам-проекты. Или куда они вкладывали. То есть, куда? То есть, вы хотя бы назовите кассу. Такой кассы нет. Ну, и пирамид точно он не строил. Я понимаю, что это была какая-то торговля. Что-то наподобие, ну, не Форекс, наверное, но где-то близко. Вот. Я просто понимаю, как это было раньше. У нас была раньше ситуация, я подводил Романа. Я подводил. Я точно знаю, что были моменты, когда вот нам нужно было в компанию заплатить деньги, да, а я потерял в торгах там 50 тысяч долларов, помню, в один день. И Роман говорит, нам же платить там то-то-то там. То есть, понимаете, это были тоже деньги такие же, которые заходили вот просто так. То есть, я не говорю о том, что я белый пушистый. Вот. Вот это наша история, там, 20-летней давности. Я хорошо знаю Романа, я знаю его мотивы. Он приезжал ко мне, он у меня дома жил, там, мама моя его знает. То есть, мы хорошо вообще знакомы. По, скажем так, по внутренним качествам, зная друг друга. Но я точно знаю, сейчас он никого не кидает. Он делает все возможное, чтобы восстановить. Но рано, рано. Сейчас пока рано платить. Вот. Зарабатывает он только сейчас вот эти, ну, скажем так, доверие, да, там того, что вот сейчас все там наблюдают, аж 19 миллионов собралось. Это зарабатывается на личном бренде Романа Василенко. Вот и все. Потому что вот такой Роман, и все за ним хотят идти. Вот только на этом эти деньги собрались. Дальше что с этим делать? Непонятно. Это не более, чем, ну, какой-либо другой проект, который может искомануться и что угодно. Это моя личная оценка. По поводу Гермеса и вывода его вот в новую компанию United to Life, ну, и объединиться, чтобы жить. Как это будет происходить, по вашему мнению? Повторите, пожалуйста, еще раз, а то у меня сообщение просто было одно, немножко отвлекся. Да. Как вы считаете, ну, вы погружены в эту кухню, да, внутреннюю, да? Как вы считаете, вот, Гермес, да, перевод вот в новую компанию United to Life объединиться, чтобы жить. В СТ, Евро, ну, Евро, ВСТ будут переводиться вот в эти новые токены, получается, вот в этой новой компании. Просто всех заставят, ну, добровольно... Ну, не всех, не всех, я бы, я бы, например, не всех, вот давайте меня считайте непорядочным человеком, я бы, например, вот там куча критиков, которые все там в полицию покидались там с заявлениями везде, я бы их быстренько сбрил вообще, то есть им ничего бы не восстанавливал даже. Какую-то часть базы бы я восстановил и привлекал новых бы людей. Вот только таким образом можно куда-то идти дальше. Я думаю, что это будет не взаимосвязано, просто какие-то там данные удобных людей, удобных для, скажем так, нового проекта и, скажем, расположенных в пользу Василенко. Да, они получат свои там вот эти там Евровиста или как назывались они у вас правильно, да, они получат их на новых данных. Он действительно это делает. Вот, для всех остальных я бы не восстанавливал. Я бы вообще это не делал даже. Ну, а зачем? Пусть люди отвечают за свои поступки сами, за свои риски. Я думаю, что Роман... Он понял вас, спасибо, Андрей. Да, но в таком случае, секундочку, а человек-то чем виноват, что Роман Василенко где-то там накосячил, у него сейчас нет денег, чтобы платить? И что? И что теперь делать? И человек пошел в полицию и написал заявление о мошенничестве. Ну, вот как там, патролили, да, со стороны Василенко, идите потом в кассу и получайте эти деньги в кассе в полицию. Кто вам когда-либо вообще деньги возвращались через кассу? Вы вообще понимаете процесс? Андрей, в кассе МВД Украины, да? Нет, ну вы вообще понимаете процесс уголовного дела, что ему даже, извините, на украинском хотел сказать по-своему, у нас похожи кодексы, они писались с одной историей. Да, ему даже подозрения не вручали, Роману. Подозрения нужно вручить, да, у вас есть заочная, конечно, в России там принята поправка в уголовный кодекс, у вас есть заочное осуждение человека и так далее. Но как вы будете это забирать? Ну, признали вас там потерпевшими по этому делу, ну, написали вы эти заявления. Ну, будете, скорее всего, бодаться вот с теми там консультантами между собой, куда вы там между собой передавали деньги. Не будет ничего от этого Роману. Розыска Интерпола у него тоже нет. Я не знаю, кто вот эту пыль пустил, там, что вот, все, теперь уже международный розыск. Даже близко, нет, я адвокату написал, говорю, слушай, там пишут в группах, говорю, в курсе, говорю, что там уже международный. Это кто это вообще сказал, где, как? Ну, вот мы потратили два месяца на ответ из Интерпола и сделали превентивное письмо. Получили официальный ответ, бумагу из Интерпола на данные Романа Василенко о том, что, ну, Россия предвзято, грубо говоря, там, его обвиняют в этой всей истории. Ну, понятно, что адвокаты работают так. То есть мы тоже там свою сторону загнули там более хорошей, это и так понятно, да? Андрей, люди, когда пишут заявление в полицию, они рассуждают так. У Романа здесь осталась недвижимость, есть сведения о квартире стоимостью там полтора миллиарда или что-то такое. Там есть дом в Санкт-Петербурге. То есть, и, соответственно, те люди, которые подали заявление, это имущество может быть продано, и часть этих денег может быть распределена среди тех, кто напишет заявление. Вот люди так рассказывают. Сколько лет пройдет? Сколько лет пройдет эта вся история? Сколько будет длиться судебный процесс? Вот не явился там один выступающий, второй, третий. Это может быть годами просто. Я даже не знаю, сколько рубль будет стоить к тому моменту. Замечательно. Замечательно. Андрей, но вы же, секунду, сами говорите. Я Романа знаю давно, он кидать никого не собирается, но денег у него нет. А когда они у него появятся? А тоже никто не знает, понимаете? То есть, никто не знает, но 19 миллионов образовались откуда-то. С ничего, с нуля просто. Вот и все. Роман, смотрите, Роман это тот человек, который не тонет. Вот ни в какой ситуации он еще ни разу не утонул, понимаете? Вот он выберется из этой истории. Но выберется не для всех хорошим. Для себя он точно хорошим будет, каких-то близких он оставит при себе людей. Там, например, вы вот сейчас сами говорите о недвижимости в России. Ну, если бы он заранее хотел кидать, неужели так глупо размещать деньги в виде недвижимости в России? Понятно, что его могут арестовать при любом правовом конфликте. Никто это... Ну, то есть, никого не планировали кидать. Просто ситуация такая, какая есть. Я думаю, она будет решаться еще очень долго. Ему уже эти чаты... Вот сначала он переживал. Он даже читал эти чаты. Он заходил. Вот тот вот другой чат, я забыл, как он называется. Где Ирина, вот там, этот владелец чата. У нас называют чат хейтеров. Да, да. Да, он заходил, читал. Он там говорил, Андрей, спасибо тебе там в поддержку за сообщение. А потом я наоборот рванул на то, что говорю, я Романа дальше не поддерживаю. Говорю, ну выйди на связь в эфир и мы расскажи там, что будет вот так. И все. Вот так мы там выплатим, вот так не выплатим. Вот так мы сделаем. То есть, хотите там, пишите заявление. У меня тот же конфликт в моей компании, например, есть. Я всем говорю, идите, пишите заявление. Честно говоря, все эти заявления разбились об ноль. Побежали тоже писать. Вот у меня небольшой проект, там 1400 человек. Но там тоже часть недовольных побежала. Вот все эти заявления ни о чем, они никуда не... Все, оно разбилось. Вот у Романа тоже ничего не против. Андрей, ну ты, скажи, как проект-то называется. Ладно уж, раскрою тайну. Ну, Lucky Capital называется проект. Вот. Ну, у нас тоже очень много видео всего, постов там со всех стран мира. Только мы платим за все сами. Вот, например, у нас там путешествия. А-ля Гермес или что-то, или как-то по-другому у вас система? Не-не-не-не, я там систему сам придумал. Ну, смотрите, это получится какая-то реклама, я не хочу ее делать, это неправильно. Да, да. Вот. Но могу только одно сказать. Смотрите, вот у нас люди, которые вот в нашем проекте мы собираемся, путешествуем. Вот мы в Кении собирались, я выкупил остров, 700 тысяч долларов стоит, да. То есть эти все люди живые есть. Вот у нас там видеоотчеты все, никто ни за что не платил. Более многим я бизнес-классы оплатил билеты. Вот мы все собираемся, встречаемся и решаем, как дальше двигаться. Причем мы встретились, когда мы там в прошлом году, грубо говоря, в сентябре там несколько миллионов долларов. Я говорю, блин, у нас так в чате. Я разговариваю своим языком, я говорю, у нас вот потеря денег. Говорю, что делать? Говорю, я полетел там с последними деньгами в Кению, заработалось. Говорю, вот у нас там остров выкуплен на месяц, 700 тысяч, вот. И у нас там полностью жилье, там, отели, все подряд, весь остров мы забираем себе. Прилетайте, будем за месяц думать вместе. Ну, это так я решаю у себя, да, там, в проекте. Слушай, Андрей, ну смотри, смотри, Василенко-то, я так понимаю, мать, отец, офицеры остались в России, там, трое или четверо детей, судя по фильме, ну, о его, ну, автобиографии жизни. Да. Он же понимает, что, как бы, это не просто так все. А что ему угрожает? А что ему угрожает? Ну, что ему угрожает? Ну, блин, хрен его знает. Ничего не угрожает. Ну и что? Ну, я тоже, вот, родители не видел с ноября, я не могу встретиться, я самую глаганскую, конечно. Ну, ладно, смотри, вот, честно говоря, мне бы сказали, да, там, 100 миллиардов долларов, да, мы тебе сейчас дадим, либо твоей семье угрожает опасность, их там возьмут в плен, там, или что задержат, я бы, конечно, выбрал бы свою семью, и, ну, это, не знаю, ну, это лично я, я не знаю. Вы, конечно, вы фантазируете, какой плен, кого заберут, никуда не заберут. Есть обычно это мера пресечения, которую там видоизменят потом и все. А в чем проблема? Ну, кто будет пожилым людям угрожать, там, физическое расправа, это, вы знаете, даже по понятиям, по-бандитским, никогда не угрожают детям, женщинам и родителям, вот, а кто им должен угрожать, следствие или кто? Андрей, 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 ну, вы же с Украины уже все прекрасно понимаете, Немцов тоже там по мосту гулял, с Украины, по-моему, с девушкой. Ну, вот Немцов гулял, вот Рома лично за себя и опасается, а родители при чем? Ну, вот я прошу, я вам прошу, я вам прошу, я говорю, ну, как бы, Немцов гулял, ну, догулялся, по-моему, девушка была с Украины, насколько я знаю, она по-моему, дали лицо не было. Да. Андрей, Андрей, вот, а почему возникли проблемы в вашей компании? Ведь, вот, меня всегда удивляет, когда в кассе есть миллионы долларов, при грамотном инвестировании, при хорошей диверсификации, мне кажется, сложно профукать, да? Как вот опять получаются вот эти проблемы? Ну, у меня такая картина, смотрите, мы год работали очень прибыльно, и для того, чтобы это не доказывать на словах, или там я рисовал бы цифры в кабинетах, мы сделали гораздо проще. У нас есть группа, телеграм-канала, да, где есть 1400 человек, и мы из 1400 человек выбрали держателей денег. Вот, кому мы больше всего доверяем, ну, знаете, есть лидеры в группе, как и у вас, да? Вот, кому мы больше всего доверяем, на кого разместить? Мы в среднем там по 500 тысяч долларов размещали на человека. То есть, поэтому там снять деньги, там, например, чтобы Андрей сам себе снял и украл их, это было невозможно сделать, ибо каждый контролировал, говорит, вот я там 100 тысяч долларов снял, например, да? Мы деньги размещали на малазийской бирже, я синтетическими индексами торговал. И потом, так как счетов стало очень много, то есть, ну, у нас там уже было порядка 45 счетов крупных, вот, мы наняли там с Красноярска одного Сергея, программиста, который там связал эти счета, да, на Метатрейдере пятом. Вот, и в один момент это все отключилось, вот, в одну ночь. В одну ночь мы потеряли много, порядка там двух миллионов с чем-то, а потом я, получилось, что пытался отыграть эти деньги, и мы их потеряли в сентябре прошлого года. Ну, больше их потеряли. А почему отключилось? Официально даже компания, вот у нас была польская компания, где сервера были размещены, где терминал, вот, МТ-5 в связке с ВВЭ, копирование обычно между терминалами, да, стояло. Я хорошо технически разбираюсь, поэтому могу вообще технически ответить детально на вопрос. То есть они были разорваны. Я всех попросил, официально всех наших людей, обратиться вот в компанию, которая официально говорит, что мы, да, отключили, у нас впервые за три года там произошел сбой, отключилась связь, сервера все упали и так далее. То есть поэтому у меня конфликта, как бы, с людьми не было. Более того, у меня все время уведомление о рисках стоит, что мы можем все потерять всегда. Но мы за это время дарили машины тоже, путешествия там. Ну, у нас там полстраны отлетало везде, и русских, и украинцев. Мы, у нас есть там программа, например, если у кого-то беда случается, какое-то горе, да, там человек даже тысячу долларов вносил. Вот у нас там есть, например, из Перми русские, там, вот записали видео там, да, у нас много таких людей вот разных, да, всегда видео пишут отчет, что у них там сгорел дом, там что-то случилось, мы им там дом купили, хотя они только тысячу долларов вносили в компанию, да. То есть вот это все держало на мотиве, вот проект не закрывать, давайте заново опять деньги внесем. И я говорил, что, ну да, мы потеряли в сентябре все деньги. Вот у нас так было. Вот я взял последние пять тысяч долларов, и из них сделал порядка там 400 с лишним тысяч за, наверное, месяц перед Кении. Вот. Плюс остаток, который был, мы в итоге 800 тысяч потратили, это моя ошибка была, это мой промах был. Потратить, вот, пригласить там 100 человек, которые больше всего топили за проект, которые все там, грубо говоря, меня ценили, для которых я лоялен был, да, скажем так. И мне хотелось что-то им сделать в ответ. Ну, и вот мы вот такое сделали. А потом у нас не получилось заново. Ну, сейчас я заново опять переоткрываюсь. Я примерно понимаю мотивы романа, только он технически далек от всего. Он не кидает, он никогда не кидал людей, никогда не кидал. Вот не было истории, и чтобы хотя бы он задумался, как можно кого-нибудь там развести, кинуть. Не было никогда. Вот там говорят, офицер, честь это ни при чем. Он как человек не кидает. Ну, не знает он, что делать, не знает. Он запутался. Его очень сильно подвел вот этот Женя. Вот. И как он вляпался с деньгами, мы договорились, он сказал, говорит, Андрюх, давай просто прилетай, давай выпьем, посидим, я тебе все расскажу, поговорим. Ну, я страну не называю, я говорю, давай, и в итоге я в Камбоджу уехал, как-то так получилось. Вот, и не встретились в итоге. Ну, я думаю, что где-то через полгода, наверное, я не думаю, что раньше что-то будет. Либо это все закроется сейчас, в ближайшее время, либо где-то через полгода какие-то платежи начнутся, и то лояльным людям по отношению к роману. Вот, я думаю так. Так, это моя оценка личная. Ну, так фраза, сейчас, Елен, я потом скажете после меня, фраза, это все закроется сейчас, это и есть кидалово. Понимаешь, ты говоришь, Роман никого не собирается кидать, но он просто закроет все. А людям-то какая разница, что так терять, что так. Ну, тоже верно. Да, тоже самое хотела спросить, что, вот, говорите вы, что он никого не кидает, но пенсионеры, инвалиды, кредиты его не интересуют. А разве это действительно человек чести тогда? Он никого не кидает, но ему все равно. Как это, как с этим дальше жить? А то, что мы оставили гробовые ему деньги, вот я, например, пенсионер-инвалид. Вот, тогда что, какие лояльные люди, это какой уровень он отдаст денег, а нам, последним пенсионерам-инвалидам, отдавать ничего не будет. Я правильно поняла? Ну, если я правильно понял, Андрея, Роман будет стараться людям заплатить по возможности, но вот получится или нет, это вот вопрос, опять же, остается открытым. Не получится, потому что он должен создать новый проект, опять обобрать людей, опять сделать какую-то базу себе, счета открыть, и только потом, может быть, он вернет старым вкладчиком. Ну, смотрите, да, я же как раз последнее видео и сделал, я показал, вот, Андрей тоже об этом сказал, что есть, например, новый проект, в кассе которого уже 19 миллионов долларов. То есть, в принципе, ну, получается, есть энная сумма. Да, конечно, он не сможет заплатить всем сразу, но частями начать выплачивать, на мой взгляд, уже может. Слушай, вам же сказали сейчас четко, полгода и не раньше. Я все-таки думала, к Новому году. Нет, переносится и на большой срок. И вряд ли у нас, товарищи, что-либо получится, вот, судя по сегодняшнему разговору. Елена, ну, вы так пессимист такой. Андрею, вы прям поверили Андрею, который вам просто, вы сегодня первый раз его узнали, вы прям так ему поверили? Что я слушала всех и каждого, начиная с консультанта, которого ненавижу теперь всеми сердцем. Кстати, я попала в самое последнее. Вот он сказал, в октябре были уже суды. А это, зараза, меня ввела в этот счет, гермес этот заразный. В ноябре месяце, представляете? Ни одной копейки не получила. Просто вот пролетела, как фанера над Парижем. И эта гадина сейчас радуется. И не выходит на связь, как и у вас у всех. Разве это нормально? И это считалось подругой. Знакомой, хорошей подругой. Поэтому я вот то, что творится сейчас, я удивляюсь. Но вряд ли, товарищи, если деньги в новом проекте не появятся в большом количестве, мы с вами деньги в старом проекте не получим. Так, какую задачу вы решаете от того, что у вас такая проблема, жизненная ситуация? Ничего не решается, и что? Ну, и что? Вот такое же отношение у Романа. И я себя поставил на это же место, я бы так же сядю. Он, а вы сказали, что он никого кидать не будет. Да не кидает, но денег нет. Понимаете, вот если вам должны там 100 рублей, да, а в кармане есть 10, то можно отдать только 10, а 90 нет. Какая, что, вот он хочет 100 отдать, даже 101 рубль. Ну, не получается. Пробовать, выдавать. Так он это и дело. Именно это он и делает. Именно это он и делает сейчас. Андрей, это же ничего. Елена, помолчите. Можно я задам вопрос Андрею? Вот смотрите. Ну, тут стал вы сейчас... Елена, можно я сейчас просто задам вопрос Андрею? Смотри, Андрей. Получается... Вот смотрите. Те деньги, которые люди вложили со всей России, 500 тысяч счетов. Ну, в России, СНГ, Казахстан и так далее. Ну, неважно, да. 500 тысяч счетов открыли в Гермесе. Эти деньги сейчас где? То есть, получается, они исчезли, рассоверились просто по внутрянке. И сейчас, чтобы вот это United to Life, вот эта новая компания, чтобы эти деньги пришли туда и выплатить старым участникам Гермеса, то есть, они должны прийти через новую компанию, получается. Это вот так. А как вас зовут, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, я... Да, Алексей, я думаю, что в процентах 90, наверное, вы правы. Наверное, так. Потому что новая компания никакого отношения не имеет, вот, новый проект ко всему прошлому. Конечно, будут выплачены лояльно. Вы правильно думаете. Поэтому я перестал поддерживать, и я перестал поддерживать Романа в других группах. Он еще... По сути, пока я не находит. Да, я понял, Андрей, так если разобраться, то те люди, которые вкладывают, деньги по внутрянке, там, не по внутрянке, через ПРО, там, и так далее. Это все просто, ну, ушло в космос. И сейчас эти деньги... И будет сходить на нет, вся эта ситуация, все устанут. Просто начнется усталость от этой ситуации, понемножку начнет стухать она, картина. Роману все равно, потому что уголовное дело открыто уже в России, нельзя два уголовных дела по одной проблеме иметь, да? То есть она уже открыта, и тема начнет стухать, сходить на нет. А новый проект будет запускаться заново. Ну, потому что ему все равно дальше жить. По старым гермесам будут происходить новые компании United Life, ну, то есть объединятся, чтобы жить так. Ну, лояльным людям будут какие-то там начисления из прошлой жизни, да, сделаны. И типа... Ну, потому что, понимаете, фактически отдать кому-нибудь за прошлое – это убыток. прямой, да, новому проекту. Вот и все. Ну, то есть... Наверное, так. Ну, то есть по факту, то, о чем вы говорите, по факту, изначально это был перейден... Ну, он не хотел этого сделать, но по факту получилось так. Он не хотел этого сделать. Я... Я не защищ... Еще раз говорю, я не защищаю ни адвоката Василенко. Я его критикую даже во многом. Вот мне почему понравился ваш вот этот блогер, там, Жариков этот, потому что он там двояко ситуацию может и с той, и с другой стороны показать, а не только там критикам или защитникам, да, этой всей истории. Вот я вам сейчас говорю, что я знаю Романа, он не разбирается. Он не знает. Он лучше всего может только лекции, конференции читать и так далее. То есть он не понимает. Делают сейчас совсем другие люди это все. И ему обещают... Ну, то есть, по вашему мнению, его, по сути, использовали в темном. Ну, его использовали в темном. Ну, Женя, это... Послушайте, это уже было не один раз. Женя вот этот, который, Набойченко. Они там открывали офис Инстафорекс в Сочи. Вот, там, привлекать деньги. Роман пошел в эту тему, потому что я знаю правду, когда Роман рассказывал, что, правда, гречку там ели, блядь, пирую, не за что снимать. Это было правдой, потому что я жил в Питере с Ромой вместе. Я знаю, как это было. И с Леной, с его я познакомил, прилетев в Астрахань тогда. Я знаю, как... У нас просто есть личная жизнь, я знаю, как все это происходило. Я знаю Рому. Никогда он никого не кидал, но он не был грамотен. Вот не был грамотен, даже когда у нас был сейф инвест. У нас были вот ГАСа, мы ее тратим. Вот, по идее, ее надо отправить на Кипр. У нас было всегда там платежный счет, там на Кипр нужно выслать деньги. Вот, потом вышли, мы оттуда возьмем, оттуда не возьмем, а наличные тратили. Мне это тоже не нравилось немного. Но я тоже не заядлый такой вот, знаете, этот бухгалтер, да, что все четко под отчет. Но было прям очень скользко все, очень скользко. Вот. Я думаю, что сейчас ситуация похожая. Очень похожая, только в больших масштабах. Вот. Он не знает, что делать. Он не знает, с каким видео вам записать, с чем выйти. Он сейчас смотрит, пойдет ли этот новый проект или не пойдет. Рванет он, не рванет. Он рассчитывает на свое имя, на свой бренд, потому что он Рома, потому что за ним есть какие-то люди, которые как в секте идут, а в секте это, ну, а по-другому это не назвать, да, которые идут, и он смотрит. Если там пойдут цифры новые, то, например, собрав какой-то там, не знаю, там 100 миллионов, грубо говоря, долларов, да, то со 100 миллионов можно еще 50 миллионов заработать, часть заплатить и еще и уголовное дело закрыть. А можно это не делать. Можно там купить за 100 тысяч долларов новое гражданство. И все. И тема закрыта. Андрей, так вот, меня конкретно и удивляет. Это, кстати, как раз Андрей Жариков и вещает, если что. Вот, так что мы тезки. Значит, меня удивляет, что Роман со всей его харизмой, если уж перед ним сейчас стоит задача активно раскрутить новый проект United to Live, чтобы собрать больше денег, да, чтобы компенсировать людям, так ему надо было за последние как раз месяцы более активно там делать видео, вебинары проводить, говорить, ребята, да, у нас вот в Гермесе временные трудности, но давайте вот мы сейчас там пойдем в новом направлении и так далее. И меня тоже удивляет, почему он этого не сделал. А потом недоумевает, почему же у нас активность такая маленькая. Да потому что ты сам, Роман Викторович, куда-то там заховался и все, и затихарился. Андрей, вы сейчас ответили полностью моим мнением в своем комментарии. Я считаю точно так же. Я не знаю, почему он не записывает. Я знаю, что, ну, так, знаю, да, что он в депрессии много там, скажем так, плохих дней, да, там, мог выпить и сидеть и думать, что делать, да, но он не знает, что делать сейчас, он не знает. Эти 19 миллионов ничего не решают, вообще ничего не решают. Для личной жизни они решают. Больше соблазну себе сделать там гражданство за 100 тысяч долларов новое и закончить эту тему и все. И Россия никогда его там в жизни не экстрадирует ниоткуда. Ну, вот, скорее всего так. Но, видите, он качает эту тему. Ну, как качает? Об этом нет фактов. Он не записывает ничего само себе. Он полагается на новых программистов. На новых людей. На новых, на Бойченко. Вот таких. Понимаете? Вот, и он смотрит, получится с этого что-то или не получится. Он в растерянности. Вот, я эту картину вижу так. Вот, мы не встретились. Да, договорились в одной стране, но мне не было удобно туда лететь. Вот, все. Мы договорились встретиться. Но я занимался конкретно его документами по Интерполу, по всему. Ну, в плане порядочности я там никаких данных выдавать не буду. Могу только одно сказать, что он не в розыске, и в розыске он не будет находиться. Международно не будет находиться. Он за это заплатил и сделал там все правильные шаги юридически. Но только сделал за себя, кстати. Очень странно. Не за Лену, не за других людей и так далее, которые вокруг него. Хорошо, Андрей, спасибо, что зашли. Разъяснили много моментов. Конечно, новости, я бы сказал, не очень хорошие. Потому что для меня, опять же, оставался открытым вопрос насчет вот этих активов на миллиарды долларов. Но сейчас, по вашим словам, получается, что этого ничего нет. И Василенко, получается, судорожно ищет возможности, где изыскать деньги. А у него, получается, в новом проекте United to Live только вот эти 19 миллионов. Ну, плюс что-то, что у него там из активов за границей есть. Я соглашусь с вами. Скорее всего так. Окей. Хорошо, коллеги. Будем тогда заканчивать. Еще есть какие-то вопросы, комментарии? Да, Манжол, говори. Вот когда, ваше 8 лет, компания наша работала, вот, да, вот, я, когда, год назад тупил, в октябре или ноябре, там, и вот сейчас, и вообще, как, вот, за 8 лет работал, деньги наши, вакс, он действительно не участвовал нигде, ни продажи, ни купли-продажи. Чисто люди деньги давали и отсюда другими людьми передавали. Так наша компания работала, по сути. Откуда проценты, откуда доход получали? Как бы пирамида, получается, наша компания была? А кому вы задали вопрос? Андрей, вот, я тогда сформулирую вопрос так, вот, смотрите, есть некая финансовая компания, вот, допустим, даже по вашей компании, вы же сами говорите, у вас возникла, ну, непредвиденная ситуация с торговым счетом, то есть, нельзя сказать, что вы изначально сделали пирамидоз, да? Ну, я не считаю себя мошенником, я не считаю себя мошенником, я потерял миллионы долларов. Да, я понимаю, то есть, была именно реальная торговля, но по непредвиденным вот ситуациям, блокировкой счетов и так далее, у Романа Василенко возникает, все-таки была торговля или это изначально была такая низкодоходная пирамида, вот, что скажешь? Была торговля передана безалаберно, не пойми куда, кому, вот, наподобие самого Жени Набойченко, ну, Набойченко бы, наверное, много бы заработал, он не занимался, скорее всего, этим, наверное, до конца не доверил ему Рома. Куда-то Рома влил деньги и вляпался, вот, ситуация, скорее всего, такая в 90% от этой истории. Рома вляпался в историю, где не хотел вляпаться и рассчитывал, что там все будет хорошо, ему так обещали. Понятно, потому что в отчетах компании Гермес, как бы, демонстрировался... Забудьте за эти отчеты, забудьте за эти отчеты, это просто вам фантик нарисованный, он ни о чем вообще. Это понятно, что в фотошопе там можно рисовать что угодно. Просто, опять же, Андрей, у нас-то возникает вопрос, да, вот, Аманжол хороший вопрос задал, то есть, получается, если изначально это была пирамида под прикрытием инвестиционной компании, где нарисованные отчеты, да, где сертификаты, которые ничего не значат, отчеты нарисованные там на коленке и так далее. Или все-таки была реальная торговля, но что-то пошло не так, опять же, с другой стороны, вот, получается, любой грамотный инвестор понимает, не держите яйца в одной корзине, да. И странно, вот, ну, даже вот в вашем случае, у меня тоже недоумение, у вас получается, что все деньги были на одном счету, и в результате, когда возникла вот эта блокировка, все накрылось медным тазом, а диверсификацию-то не делали, что ли, никакую? А, нет, мы не делали диверсификацию, у нас было порядка 40 счетов, люди, участники, владельцы этих счетов были абсолютно люди, которых, там, тысяча долларов доход максимум в месяц, да, то есть, мы им клали по 500 тысяч долларов на счет, то есть, они отчитывали, что они никого не кидают, и в группе у нас старел полный миропорядок, потому что, ну, все доверяют, потому что основные люди говорят, вот, если мы хотим проверить, сколько у нас есть денег, то мы все вместе задаем вопрос в группе, и нам все там пишут, вот, у меня на счету, я зашел в личный кабинет, да, в Малайзии, ни у меня, ни у Андрея, к брокеру, которому, там, 20 лет, ну, крупному, да, вот, ну, типа Binance, только малайзийский был, вот, все заходят, говорят, вот, у меня там 500 тысяч, у меня там 800 тысяч долларов, у меня там столько, я столько снял, столько, у нас все сходилось, поэтому мы никогда не ссорились, вот, у нас не было конфликта, вот, поэтому мой конфликт сошел на то, что у меня нет ни одного заявления, там против меня и так далее, потому что все знают, что, ну, Андрей ничего не украл, вот, я на это сошелся, вот, у Ромы ситуация, очевидно, другая, у него другая, я не знаю, как он будет решать ее, если честно, я не могу его поддержать, знаете почему, только потому, что он видео никакие не записывает, он может рассказать, как оно происходит, какая проблема вообще существует, я думаю, что многие бы за ним пошли, поддержали бы его, еще бы нашли и деньги и так далее, но если бы он открыто записал видео и сказал, ребят, у нас вот такая ситуация, вот так было, да, я действительно там потратил, там, например, там, 15 миллионов долларов на свою недвижимость, я вот так думал, а вот так у меня вот картина сегодня, вот такая, да, а розыск мне не грозит, и я вот сегодня собираюсь вот этот проект вот прокачать так, чтобы я сегодня вернул деньги, если бы он это записал, я бы его поддержал, потому что я это делаю, у меня в группах, у меня полный порядок, у меня нет уголовных дел, ничего, и у нас тоже миллионы крутятся, ну, не миллиардные. Андрей, ну, у тебя 500 тысяч счетов нет, я думаю, участников? Нет, нет, у меня только 1400, 1435 счетов всего. Ну, вот теперь и подумай, а здесь 500 тысяч счетов открыто. А какая разница? Какая разница? Так, это очень большая. Нет, никакой абсолютно. 500 тысяч счетов это в странах СНГ по всей России, Казахстан, Киргизстан, и там... Убить могут один раз, уголовное дело могут только открыть один раз, какая разница? Никакой разницы. Либо контролировать 1400, либо 500 тысяч. Ты просто подумай, как это все. Да, нормально думай, абсолютно нормально. Абсолютно. Да, ну, не знаю, но... 500 тысяч, 1400 это... Если тебя 100 человек готовы убить, или у тебя будет, например, 122 человека тебя готовы убить, какая разница? Никакой, абсолютно. У Романа такие же угрозы поступают, как и у меня. Вот, меня ненавидят, есть часть людей, а часть пишут, вот, я сам удивляюсь, да, часть пишут, которые готовы ради проекта, ради на все. Вот, я даже так не готов, да, они готовы. Ну, это так же, как у вас, вот, за Life is Good топят. То же самое, как и ненавидят. Вообще никакой разницы, абсолютно. Тысячный пример. Андрей, так вот, вывод из предыдущей, неудачи из предыдущего проекта. То есть, как я понял, было 40 человек с открытыми счетами, но проблема в чем была? В том, что у них все счета находились на одном брокере? Да, конечно. Конечно. А в новом проекте как надо сделать, чтобы они находились на разных брокерах? Андрей, если честно, я буду повторять, делать то же самое, потому что у меня хороший опыт за год. Мы за год дали большие суммы денег. У нас есть тоже свои в YouTube конференции, и все, и все люди озвучивали, сколько денег сняли, покупали машины, частные самолеты и так далее, летали. То есть, только это все есть в стейтментах МТ-5 терминала, вот у нас есть отчеты. Отчеты, ну, их же подделать нельзя, понимаете? Это мировой, например, программный комплекс, который ты скачиваешь себе на Apple или на Google Play, на Play. И скачиваешь, и смотришь, какие там отчеты у этих людей. Все эти люди были с прозрачными паролями. У нас есть написано, что человек внес 100 тысяч долларов, а снял 300 тысяч долларов, например, да? То какая проблема о том, что они сгорели потом деньги, понимаете? Вот я на это опираюсь. Ну, конечно, есть недовольные, все равно есть. Вот. Мне тоже угрожают, точно так же, как и Роману. Ну, у меня меньше, конечно, вся ситуация выглядит. Так, еще раз, я не очень понял. Они сгорели, потому что брокер как-то, как это сказали? Не-не-не, у нас сгорели. У нас другая картина. Например, те, которые немножко понимают сейчас, хотя бы технически, чуть-чуть. Можно я технически отвечу? Можно или нет? Да. Вот можно, например, МТ-5 терминал, есть мастер-счеты, есть управляющие счета. И ты можешь связать один счет с другими счетами. То есть ты в пропорции выполняешь там на 1000 долларов, там на 500 тысяч долларов. Ну, это получается как... Этого полно, этого полно. Это на mql.com продается куча программ. Кстати, о чем там Набойченко заявляет, что он для Ромы что-то разработал. На самом деле, этого полным-полно, этого там миллионы программ. Ты можешь их купить за 20-30 долларов. У нас был человек, который за этим следит. В Красноярском мы Сергея наняли. Вот и он по**ал это все. Вот у нас там за одну ночь просто накрылось несколько миллионов. А потом я отыгрывался, а потом я потерял. Потому что я пытался эту ситуацию решить. Это моя ошибка. Вот я там потерю 2 миллиона долларов с копейками. Попытался разрулить, и мы потеряли еще 8. Вот и все. Вот это моя ошибка. И я это людям заявлял. И все знают, а думают, что мне денег не снимали никто. Поэтому, если бы они сказали, что мы Андрею лично перевели денег, и он там себе квартир накупил, самолеты и так далее. У нас бы был конфликт. Так на меня нет ни одного заявления. Так еще раз, ошибка-то в чем? Неграмотный программист или в чем проблема? Отключение сервера и то, что человек этого не заметил. Он должен был следить, у него была зарплата. Ну, я уже накосячил, мне очень плохо за прошлый год. Вот у нас там миллионы просто крутились, острова покупали, самолеты и все подряд, и вот так влетели. Ну, опять запустимся. Ничего страшного. Я думаю, что Роман тоже рассчитывает на свой запуск. Вот, но у него есть там слабое звено. У него нет знания языков, и у него нет понимания технической картины, как вообще это происходит. То есть он не понимает просто. Он все время полагается на новых людей. То есть фактически вы полагаетесь. Да, то есть будет новый Набойченко, новый человек, который, там, как называется, лайфта, как вот новый токен. Он не токен. Это не токен, это не токен. Во-первых, все токены, это там 99% это скам площадки. Вот у меня вот вчера обратились из Украины, говорят, вот у нас там мы разрабатываем какие-то удобрения, мы там завод собираемся строить, и у нас там бизнес-план по созданию токена. Вот мы хотим там 2,5 миллиона долларов собрать, и мы там завод построим, и потом всем будет счастье. Да не будет, понимаете? Ребят, ну, это скам площадки обычные. У Романа работает пока еще, пока еще, пока его имя. И все. Только оно закончится, никто в жизни не внесет в этот новый проект ни одной копейки. Понимаете? Ничего не будет. Вот он сейчас смотрит, что у него на сегодня там 19 миллионов долларов образовалось. Что бы делал я, как, не знаю, непорядочный человек, наверное? Наверное, я бы что-то зафиксировал, кому-нибудь часть выдал денег, какую-то часть забрал себе и получил бы другое гражданство. Вот вам правда. Вот вам правда. Гражданство получить можно сегодня 100 тысяч долларов, и вот ты там гражданин Чили, там еще куда-то. Вот. Тем более сегодня по российскому паспорту не так удобно жить по миру. Вы это знаете. Хорошо, Андрей, спасибо за разъяснение. Последний вопрос. Можно, хоть ваши маты слух режут, но тем не менее вопрос такой. Вот все-таки внутрянка наша, старая. Куда консультанты девали деньги? Наши, которые мы переводили им на карточку. Дальше. Я так и не поняла, куда они девались. Кто-нибудь может так? Ну, во-первых, я не столько матерился, чтобы вам слух резало. Вот. Я думаю, что они переводили дальше. Консультанты ваши не виноваты. Ну, как не виноваты. Они все хотели тоже построить карьеру. Вот то, что и заявлялось. Вы сейчас открываете уголовные дела между дружбой, между собой. Понимаете? Ничего эти консультанты не получили. Они дальше переводили. Вот так и есть внутрянка. И бонусы какие-то, и говорят, неплохие. Сколько роликов я смотрела за привлечение. Один даже так работал, говорит, у меня не было счетов, но у меня было привлечение. И я очень хорошо на этом зарабатывал. Счета меня не интересовали. Значит, бонусы были хорошие? Ну, некоторые директора стали долларовыми и евровыми миллионерами, конечно. Перенаправлю вопрос Андрея. Елена просто хочет сказать, эти деньги вообще, они работали где-то в каких-то... Нет, там, нет. Я думаю... Это просто было перераспределение между лидерами и так далее. То есть чисто финансовая пирамида была. Или они где-то реально работали в каких-то местах? Ну, они не хотели быть пирамидой, но распределялись вот так, да. То есть они сами смотрели на эти вещи, как не на пирамиду. Но получилось пирамида. Как сказал товарищ Черномырдин, хотели лучше, а получилось как всегда. Ну, где-то так. Где-то вот это ближе, правда. Ребята, давайте, мы с вами уже два часа на связи. Давайте будем заканчивать. Сделаем созвон еще позже. Можно еще такой вопрос. Если вот Андрей говорит, что через новую компанию пытаются выплатить старым людям, а вот с чего будут выплачивать в новой компании, третью какую-то компанию откроют. Видимо, денег в новой компании должно хватить на всех. И на новых, и на старых. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо, коллеги. Спасибо всем, кто зашел. Андрею спасибо, что присоединился. Присоединился, много интересного нам рассказал. Все. Как видите, беседа с участием Андрея Крындушкина получилась достаточно насыщенной. Добавляйтесь в наш телеграм-чат, если еще не добавлены. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.